Всем привет! Сегодня уже 4 февраля, Московская область. Я начинаю посевы. И начну, конечно же, я с цветов. И сегодня я высеваю смесь прострелов, несколько видов камнеломки, два вида аквилегии и овсяницу. Ну, начнем с прострелов. Для прострелов я взяла емкость глубокую, так как рассчитываю растения выращивать без пикировки. Отсюда я уже их буду высаживать в открытый грунт. Заполнила емкость землей. Земля это покупная, так как субстрат, который я готовлю для посева семян, это 70% торф, агробалт, плюс 30% домашнего биогумуса. Это скудновато, так как растения без пикировки. Ну, а почва-смесь, которую я готовлю с осени для дальнейшей пикировки всех растений, она для посева семян тяжеловата. Поэтому землю я купила. Единственное, что я сюда добавила, это диатомит. Заполнила емкость. Значит, неделю назад я пролила раствором аллерина. Растворяю таблетку. Я ее сначала превращаю в порошок. Растворяю одну на один литр воды. И проливаю заранее. Это от черных ножек и так далее. Фунгицид. Землю насыпаю практически полную плошку. Небольшой промежуток оставляю. Это для того, чтобы растение подержать под пленкой. Все, земля готова. Прострелы. Это моя давняя мечта вырастить. Я в этом году купила у двух коллекционеров прострелы. Это смесь. К слову сказать, уже вот такую одну плошку я 25 января посеяла от одного из коллекционеров. Там прострел тоже смесь и прострел сомнительный. То есть обычный и сомнительный. И вот еще остались у меня прострелы. Вы посмотрите, как коллекционер упаковывает семена. Очень красиво. Во-первых, подписано все очень аккуратненько. И сложно идеально посчитано. Здесь должно быть 20 штук. Я не считала. Сейчас посмотрим. Для удобства я высыпала семена прострела в блюдце. Честно сказать, я не смотрела ни YouTube, ни видео, как правильно или неправильно высевается прострел. Я буду высевать так, как мне посоветовала коллекционер. Она их выращивает и высевает из года в год. У нее все прекрасно получается. У прострела очень интересные семена. Есть семя, есть ось. И она делает так. Семя в землю, хвостик наружу. То есть она семя слегка углубляет, а хвостик оставляет снаружи. Высевать я буду на расстоянии, так как я уже сказала, что выращивать прострелы буду без пикировки. Поэтому держу расстояние. Прострелы очень долго всходят. Минимум 2 недели, как мне сказала цветочница. Ничего, подождем. Такой метод позволяет растение выращивать без пикировки. Мы сразу контролируем, на какое расстояние высевать растение. Но здесь, конечно, я вам скажу, что больше 20 семян. Я уже 20 посеяла. Здесь около 30. Честно сказать, не считаю. Не люблю считать. Сняла камеру, хочу вам показать поближе. Но все равно плоховато видно. Семя слегка заглубило. Хвост снаружи. Семена посеяла. Так, в бутылке растворила и пин. И сейчас распылителя хорошо обработаю. Прострелы всходят на свету и в очень теплом месте. Теплое место у меня это коврик рассадный. Но не менее 25-27 градусов нужно, чтобы прострелы сходили. Не, собственно, и так долго всходят. Минимум 2 недели буду ждать. Накрою пленкой обязательно. Поставлю на подогреваемый коврик. И под биколорные лампы. Ну и, конечно, у коллекционеров цветочников я приобрела не только прострелы, но еще и взяла семена аквилегии. Кстати, один сорт у меня растет в цветнике, очень красивый. А тут у одного из коллекционеров я увидела аквилегию черную. Очень красивый цветочек, низкоростный. По-моему, он до 15 сантиметров. Я думаю, он очень красиво будет смотреть на альпийской горке, которую я буду создавать в этом году. И у другого я приобрела просто аквилегию винки. Здесь смесь довольно-таки красивая и очень нежная расцветки. Так, приготовила емкость. Я взяла большую, глубокую. Я так же, как и прострелы, рассчитываю отсюда уже высаживать в открытый грунт без пикировки. Как только позволит погода, я буду все растения выносить в теплицу. Теплица у меня стеклянная, не подогреваемая. Заполнила почвосмесью. Здесь я уже выбрала почвосмесь, конечно, свою. Смешала агробалт, домашний биогумус в процентном соотношении 70 к 30. Заранее также пролила раствором аллерина неделю назад. Сделала бороздки. Здесь две борозды я буду высевать. Аквилегии винки, так как семян довольно-таки много. И аквилегию черную. Семян мало, одной строчки будет достаточно. Я высыпала семена в блюдце. Семена у аквилегии, ну не сказать, что сильно мелкие, но и не крупные. Блестящие черного цвета. И теперь я аккуратно на расстоянии буду высевать. Можно взять зубочистку и раскладывать. Но я так буду. Их, в принципе, видно. Аквилегии очень долго всходят, как пишут. Ну, посмотрим. Семена свежие. Этого года сбора. Поэтому я все-таки надеюсь, что она у меня взойдет и хорошо, и быстро. Потом все подровняю. Еще я не сказала такой момент, что в плошках, и в этой, и где посеяла прострелы, я делаю очень хорошие, их много, дренажные отверстия. Потому что рассаду я выращиваю без пикировки. И она потом будет выноситься в теплицу. Если здесь дома, выращивая, можно контролировать полив, то когда уже рассада выносится в теплицу и поливается из лейки 10-литровой, и рассады много, то там ни о каком контроле не может быть и речи. Поэтому очень часто растения заливаются, если там маленькие или очень мало дренажных отверстий. Обязательно. Семена я разложила. И теперь я беру, смешала здесь торф и песок. И слегка, очень тонким, очень тонким слоем, я закрываю семена. Когда уже будут сходить, можно будет подокучить, чтобы растения не падали. Все. Теперь сбрызгиваю тем же раствором, цепином. Увлажняю. Также я накрою пленочкой и поставлю просто на стеллаж, без подогрева. Общая температура у меня здесь в помещении примерно 21-22 градуса. Все. Следующий цветок это камнеломки. Буду высевать. У меня три сорта. Цветущий ковер. Горец оттенки розового. И пурпурная мантия. Это профсемена. В прошлом году я выращивала камнеломку белого цвета от российского производителя. Схожесть была очень плохой. И мне удалось высадить цветник по итогу всего лишь две картинки. И так как я создаю в этом году каменистую горку, мне камнеломка очень нужна. Значит, взяла я плошку, довольно-таки большую. Насыпала почвосмесь. Почвосмесь та же. Это торф плюс домашний биогумус. Всего лишь сантиметра три. Этого достаточно для схожести этих мелкопыльных семян. Тем более они у меня будут, конечно, идти с пикировкой. Нарезала борозды. Обязательно подписала. Ну и сейчас буду высевать. Сорт камнеломки горец оттенки розового. Семена идут дрожжированные. Здесь 10 штучек. Высевать их, конечно, очень легко. Раскладываю просто на расстоянии. Очень удобно, конечно, когда мелкопыльные семена, они дрожжированные. Ну, остальные два сорта у меня россыпью. Поэтому будет, конечно, уже посложнее. Так, где близко упали, поправляю. Ну, вот, смотрите, как быстро сеются дрожжированные семена. И дрожжи даже уже рассыпаются. Земля здесь пролита также на прошлой неделе аллерином. Это чтобы избежать всяких болячек. Так, следующий у меня пурпурная мантия идет сорт. Так, ну, здесь уже, конечно, семена очень мелкие. Они черного цвета. Видите, заключены в капсулу. Поэтому я взяла песок. Сейчас поменьше насыплю. Насыпала в блюдце песка. И сейчас буду смешивать с песком. По-другому никак не получится их распределить. Более-менее равномерно. Вот так смешиваю. И буду высевать. Потому что, если просто сыпать в борозды, это слишком густо получится. Хоть я и пикировать буду, но все равно. Так, пурпурная мантия. Я оставила под вот эти семена рассыпчатые по две борозды. Вот сейчас методом присаливания я буду высевать. Семена камнеломки ничем не засыпаются. Они прорастают на свету. Насыпала поменьше песка. А то, что-то ее много. Первый раз насыпала. И высеваем. Все. Вот так. Обязательно сверху с распылителя нужно будет увлажнить. Мелкое распыление. Особенно хорошо надо увлажнить те, что в гранулах. Гранулы свежие. Они прям рассыпаются. Отлично. Я надеюсь, что семена все-таки профессиональные. Они должны взойти хорошо. На всходы я камнеломки даю примерно неделю. Я также сейчас накрою прозрачным пакетом и поставлю под лампы. Еще одно растение, которое я буду сегодня высевать, это овсяница сизая. Я ее уже выращивала в 2020 году. Замечательная, очень пушистая, красивая, голубая кочка, которая растет у меня в цветнике. Ну и так как я создаю в этом году альпийскую горку, то она мне очень нужна. Значит, взяла небольшую емкость, так как я рассаду отсюда буду, конечно, пикировать по отдельным стаканчикам. Здесь такая же почва-смесь у биогумы с торфом смешанной, пролита раствором аллерина. Семена у овсяницы довольно-таки крупные, продолговатые. На первый взгляд они даже кажутся, что они пустые, как я в первый раз сеяла. Мне так казалось, но нет, все хорошо. И просто беру и раскладываю по поверхности почвы. Стараться там держать какое-то расстояние, чтобы не совсем. Я семена все посею. Мне на самом деле нужно 10-15 кочек будет. Семен здесь довольно-таки много. Земля влажная, я уже сказала. Все, разложила по поверхности почвы. Теперь беру раствор кепина и смачиваю землю. Семена овсяницы не заделываются в почву. Накрою пленочкой прозрачной и поставлю под лампу. Как только начнут сходить семена, я слегка присыплю торф, смешанный с песочком. И вот таким образом у меня будет стоять. Здесь дренажные отверстия есть. Вот, собственно говоря, весь посев овсяницы. Вот, собственно говоря, на сегодня и все посевы. Завтра мы с вами продолжим. А я желаю вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал и всем пока!